Дальше шейх Баркалуфикум привел хадис. Али, рады и Аллаху ангу, قال, Алибну Абиталиб, рады и Аллаху ангу, сказал, Хаддафани Расулю Аллахи, саллаллаху алейхи вассалям, Бьярба и Калимат. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, рассказал мне о четырех вещах. Ля'ан Аллаху манзабах ли гайрилля. Всевышний Аллах проклял того, кто принес жертвоприношение кому-то, кроме Всевышнего Аллаха Субанаталья. Ля'ан Аллаху ман ля'ана валидай. Проклял того, кто проклинает своих родителей. Ля'ан Аллаху ман ава мухдисан. Всевышний Аллах проклял того, кто дал приют преступнику или же приверженцу на уведение. Ля'ан Аллаху ман гайра манар аль ард. И проклял Всевышний Аллах того, кто меняет опознавательные знаки на земле. Этот хадис передал Муслим. Шейх говорит, что значит проклял? Что значит «проклял»? «Аляну мин Аллах» То есть проклятие со стороны Всевышнего Аллаха То есть это когда Всевышний Аллах прогоняет и отдаляет человека от своей милости Что касается проклятия со стороны человека То это поношение и дуа То есть если кто-то говорит, например «Алянук, я тебя проклинаю» Имеется в виду «я тебя ругаю» Если кто-то говорит «Лянат Аллахи Олег» Да проклянет тебе Аллах Имеется да отдалит тебя от своей милости Барак Лауфикум Исходя из того, что сказал шейх Мы понимаем, как говорят ученые То, что эти грехи, которые упомянуты в этом хадисе А это приносить жертву кому-то, кроме Всевышнего Аллаха Проклинать своих родителей Давать приют преступнику Или же приветственного видения И менять опознавательные знаки на земле Является большим грехом Является большим грехом Барак Лауфикум Что касается Того, что Все эти четыре греха Попадают под проклятие Всевышнего Аллаха Это не значит, что они равны Своим ужасам Они равны в том, что Все они Тот, кто совершает эти грехи Попадает под проклятие Аллах Но есть другие доводы Которые указывающие на то Что тот, кто зарезал жертвенное животное С намерением приблизиться к кому-то Кроме Всевышнего Аллаха Что он является мушриком Многобожником И он никак не может сравниться В своем мужестве с тем Кто, допустим, напредал приют Преступнику Или приветственного видения Или же проклил своих родителей Или же поменял опознавательные знаки На земле Барак Аллаху Фикум Шейх говорит Почему посланник Аллаху Саусам Проклял тех людей Которые приносят жертву Кому-либо кроме Всевышнего Аллаха Субхану Атали Шейх говорит Из-за величия и ужаса Того греха, который он совершил Потому что он предал Сотоварища Всевышнему Аллаху Субхану Атали Дальше шейх задает вопрос Как понять Человек проклинать своих родителей И каким образом он может проклинать Своих родителей Какого постановления этого В шариате Говорит смысл Когда начинает Когда он начинает Есть какой-то человек Начинает обзывать Ругать своих родителей То есть своего отца Или своего мать И Проклятие То есть По отношению родителей Бывает двух видов Прямой То есть когда человек Начинает ругать И обзывать своих родителей То есть Иногда он может их проклинать Как в лицо А иногда Может быть так Что родитель Его разозлил И он за его спиной И так далее Этот человек Попадает Проклятие И проклятие Бывает двух видов Либо напрямую Когда он в лицо Их проклинает Или когда он является Причиной тому Что кто-то Начинает проклинать Его родители Как допустим Какой-то человек Начинает проклинать Отца Другого человека И тот в ответ Начинает проклинать Его отца Или его мать И тем самым То есть Ты проклинаешь Его родителей Что стало причиной Потому что Начинает ругать Твоих родителей Ты становишься тем Кто Проклинает Своих родителей Поэтому ученые Из этого правила Говорят Что тот человек Кто является причиной Для какого-то греха Ему тоже записан грех И поэтому Пророк Проклял Четырех Десять человек Связанных С чем Допустим С спиртным Сказал что Аллах проклял Того кто Продает виноград Того кто его носит Того кто его покупает То есть С намерением сделать вино Имеется ввиду Продает Тому То есть Ты знаешь Что человек Из твоего винограда Сделает вино И ты ему продаешь Ты проклят Пророк Проклял Того кто покупает Того кто везет Того кто выжимает И так далее Также в отношении Риба Пророк Проклял Не только того Кто дает риба Дает того кто Берет риба Того кто Свидетель риба Того кто записывает Эта риба Поэтому тот Кто является причиной Для какого-то греха При том что Он сам напрямую Этот грех не совершает Ему записывается Этот грех На саллах Аляфа Валяфи Следующий Вопрос Шагит Мама Ана ауа мухдисан Омаль мураду Бель мухдис Какой смысл слов Дал приют Приют преступнику Или же Приверцу На уведение Айна сара муджриман То есть Помог преступнику Вадаммагу иляхи Приютил его Вахамагу Защищал его Ваманагу минан юхазамин гуль хак И не позволил Вернуть Чтобы люди Вернули свои права Забрав их У этого преступника Аляфи ваджаба алейхи То есть Те права Которые он обязан Которые он обязан Вернуть людям Валь мухдис Шагит То есть Мухдис Тот кто сделал что-то В чем есть права Всевышнего Аллаха И он прячется у кого-то Это что касается Преступника То есть Тот кто Укрывает преступника Он под проклятием Всевышнего Аллах Барак Луфик Также ученые говорят Мухдис Что значит Опознавательные знаки Мы в хадисе Поймем Что четвертый проклятый человек Это тот Меняет опознавательные знаки На земле И что значит Изменение Он говорит Тагир Это изменение Или же Когда убирает человек Либо Это признаки Которые указывают На границе Земель То есть Как участок У тебя есть участок Вот отсюда Допустим Установлен Пришел там Земельный комитет Или как называется Установил какие-то участки Установил какие-то Опознавательные знаки То есть И ты приходишь И например берешь Вот сюда на метр подвинул Или туда на метр отодвинул И так далее Ты попадаешь под проклятый И тем самым Посягнув на чужую землю На землю соседа Или же на землю государства Потому что Некоторые говорят Брат Это ничья земля А как это ничья земля Ничья земля не бывает Земля либо государство Либо частная земля Правильно же И вот кто-то посягает На государственную землю Говорит Это ничья земля Изменяя тем самым Границы и так далее Без разрешения государства этот человек попадает в Алия Зубля. Под что? Под проклятие Всевышнего Аллаха. И также Пророк Саусам сказал, тот, кто посягнет на чужую землю на всего лишь одну пять, вот эта одна пять, ему эта земля будет повешена на шею в судный день, в семь слоев земли. То есть, как вот представьте, торт из семи, торт. И вот так отрезал ты кусочек торта, там же есть семь коржов, семь коржей. И вот представьте, семь земель, и вот так человеку повесят, если посягнул всего лишь на одну пять насаллах аляфу аляфи. Поэтому к этому вопросу нужно быть очень-очень осторожным и оставить вот эти безбожные коммунистические постсоветские идеи. Земля общая, все принадлежит народу и так далее и тому подобное. Нету такого у нас в исламе. Барак Аллауфик. Тагьир, Табдиль, Изаль, Манатанам. Также ученые говорят, что смысл маалим гиаллати юхтада бигафи сафр. То есть, это опознавательные знаки в пути. Опознавательные знаки в пути. Как, допустим, например, дорога направо, дорога налево. Или же, допустим, например, бывает, ставят знаки дорожные. Например, через сто метров, допустим, ведутся работы какие-то на дорогах и так далее. И пришел какой-то человек и убрал этот знак. Или, например, то, что снизить скорость надо. Пришел какой-то человек, убрал. Потому что снизить скорость может от того, что может там яма есть и так далее подобное. Третий, говоря, знак это, то есть те опознавательные знаки, которые разделяют между того, что принадлежит тебе и принадлежит твоему соседу. Кто-то меняет это, то есть либо больше делать, либо меньше, все это является запретным, попадает под проклятие. Шейк говорит, почему под проклятие попадает тот, кто меняет опознавательные знаки на земле. Потому что он совершает страшный грех. По его причине страдают те люди, которые вышли в путь. Или же посягает этим самым на землю своего соседа, будь соседняя земля, как мы сказали, частное лицо, или же государство и так далее. Следующий вопрос. То есть, что является лицом довода в хадисе, который упомянул Али? То есть, из-за чего шейх привел этот хадис в этой главе? А это слова правокса Алсам. Аллах проклял того, кто сделал жертвоприношение кому-то, кроме Всевышнего Аллаха. Каково постановление? Можно ли проклинать грешников и злодеев? Шейк говорит, я джузу лаан я аглиль маасы ваззолим мин гайрит та'ин. Можно в общем проклинать. Говорит, да проклянет Аллах, Субхану Атали, раздетых женщин. Да проклянет Всевышний Аллах, Субхану Атали, тех, кто распивает спиртные напитки или употребляет наркотики. Да проклянет Всевышний Аллах того, того и так далее и так далее. В этом барак, луфикум, никаких проблем нет. Аммалянульфасик, что касается определенного нечтица, у аль-Ас или определенного грешника, аль-Муайян, то среди ученых есть разногласия. Одни ученые дозвольли, другие же запретили.